Во Владивостоке стартовал первый всероссийский молодежный театральный фестиваль «Место силы Владивосток». Масштабный форум объединил в молодежной столице России экспертов и признанных мэтров театра, артистов, молодых специалистов сферы культуры со всей страны. После старта деловой и просветительской программ фестиваль продолжился красочным шоу лучших уличных театров страны. Представления, которые увидели тысячи жителей и гостей города, прошли в театральном и адмиральском скверах Владивостока. Шоу проходило в лучших цирковых традициях. Зрителей развлекали жонглеры с мячиками, булавами и катушками, эквилибристы и акробаты. Свои трюки артисты выполняли на земле и на велосипедах. Такой же яркой стала и церемония открытия фестиваля. Мероприятие состоялось в Краевом театре молодежи. От имени губернатора Приморья гостей и участников поздравила министр культуры и архивного дела Елена Бронникова. Я благодарю вас, всех тех, кто приехал за сотни, за тысячи километров в наш такой мощный, красивый, молодой, энергичный город и Приморский край. Конечно же, программа очень насыщенная. Это пять дней, восемь спектаклей, деловая программа, фестиваль театральных менеджеров, постановки, лаборатории. Я так думаю, я уверена, что вы все напитаетесь новыми идеями, оставите какие-то свои идеи. По видеосвязи с открытием поздравил народный артист России Владимир Машков. Пусть каждый участник и зритель фестиваля получит незабываемые впечатления и найдет место неисчерпаемой силы для дальнейших жизненных познаний. А фестиваль станет источником вдохновения и новых творческих открытий. На сцене Краевого театра молодежи выступили известные российские артисты и музыканты, а дуэт Нанси Энсидеров исполнили композицию «Место силы Владивосток», которую написали специально для фестиваля. У каждого в жизни есть место, свое вместо силы, оно собирает месть. Да, вот, без успехи, пусть с нами все мясо, без лишних слов, урок, в искусстве хотят же грязи, чем эта большая любовь. Продолжили церемонию выступления рэпера и поэта Александр Степанов-СТ, Светланы Сургановой, Анастасии Макеевой. Балетная труппа из Харбина показала красочную постановку с национальными мотивами под названием «На Востоке расцветает». А также выступил руководитель культурно-просветительского проекта «Место силы Владивосток» Дмитрий Бигбаев. Он уроженец Уссурийской и приехал во Владивосток не только как артист, но и для того, чтобы оставить след на своей малой родине. Театральный фестиваль продолжится в молодежной столице до 25 июля. Для участников пройдет более 100 различных событий просветительской программы, лекции, мастер-классы, творческие лаборатории и практикумы. Театральный фестиваль «Место силы Владивосток» объявляется открытым! Артем Белов, Диана Иванова. Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова